Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы сделаем небольшую экскурсию по вольеру Сипов. Мне интересно вам показать, я надеюсь, и вам будет интересно, как наши Сипы проводят брачный период. Но не сколько сам брачный период, сколько подготовка к месту. Ищут, где им гнездо сделать, всё. Первый раз они пытались вот здесь, дорогие мои. Смотрите, здесь была посажена шалыга. Один из видов Асоки такой вот. Смотрите, сравняли всё, кусты повырывали. Я специально сейчас ничего не убирала, не трогала. Пять суток они здесь что-то мастили, что-то здесь сложили. Там навели порядок, надо будет здесь по-своему всё сделать, когда у них всё закончится. И вот они гуляли-гуляли здесь, мастились, надоело, поднялись. Всё-таки себе в гнездо, в своё гнездо. Вольер у нас, опять же, скажем так, имеет. Такую, как дикая пещера, каменистая местность, зелень. Вот такие вот, как в скалах, пещеры. Но почему-то это их совершенно не интересует. У них с давних, с первых ещё загулов, они облюбовали себе наверху гнездо. Оно было вот так вот сделано. Ну, ящик с ветками. Нет, они доски поубирали. Нашим сипам это не нравится. Если вы помните, это тот малыш, который снимали, был у них маленький. Парень уже вырос во взрослую особь. И ему тут интересно. Теперь, дорогие мои, покажем, какой же вольер у нас, смотрите, с высоты. И таки, да, смотрите, они себе соорудили классное гнездо. Ветки, которые были, которые приносили они раньше, повыкидывали. И сделали переливки. Сейчас реагирует на меня немножко с осторожностью. Да, деточка моя, никто твою девочку обижать не будет. И гнездо твоё трогать не будет. Я понимаю, я понимаю. Вот какие вы молодцы. Парниша, ты чего? Вы знаете, обратите внимание, что самец всё-таки по размерам меньше сам. И он её оберегает. Сладка обычно, яиц происходит где-то в конце января, но у нас февраль месяц. У нас до 20 февраля должно быть появиться яйцо. Как обычно, уже не первый год в этой паре. Они у нас зрелые родители. Яйцо одно, большое, и они насиживают оба. Меняются для прогулок, для еды, для принятия водных процедур. У нас, кстати, заметьте, пожалуйста, есть небольшое озерцо, которое тоже использует природную воду. Он стекает с верхних. Вот, вот обратите внимание, видите, мостик выкладывает, как ей удобно. Выкинули сучья, палки, которые были раньше, сделали себе мягкую перину. Вот такие вот у нас они неженки. Время, проведённое в гнезде, на яйце будет где-то, ну, около двух месяцев. 47-56 дней, в зависимости от температуры воздуха. Птенец появляется, дай бог, появляется обязательно только один. У нас уже были такие случаи, но в природе белоголовые сипы высиживают яйца один, может быть, раз в два-три года, один птенец. Ну, а так, мы надеемся, что у нас будет в этом году тоже, потому что прошлый год у нас было неоплодотворённое яйцо, и они его выкинули почему-то. Вот такие бывают эксцессы. В природе это случается очень часто. Вот потому сипы белоголовые и являются краснотнежными животными. Дорогие друзья, но я же никогда не прихожу в вольер просто так. Я всегда приношу с собой какие-то маленькие угощения, потому что всё-таки животные любят, когда их балуют. Как и все взрослые люди и детки, все любят какие-то маленькие угощения. Да, дети? Хотите? Смотрите, что я принесла. Иди ко мне. Иди, мой мальчик. Иди, мой красавчик. На тебе, пожалуйста. Посмотрим, покинут ли наше гнездо. Вот, покинут ли. Пойдёмте, детки. А давайте я вот туда вам закину. А ну, кто туда первый? На тебе. На тебе. Нет, мы тут всё-таки растеребанили. Смотри, глянь, я вон туда кинула. А ну, как вы, смотрите, как мы в скалах прыгаем. Вот как вкусно. И тебе поднимайтесь. Нет, ну не забирай, там же ещё есть. На тебе. Ещё. О. Ты идёшь ко мне сюда. О, ты идёшь ко мне сюда. Ну, и что, ты будешь забирать у ребёнка? Ну, уже не ребёнок, уже взрослый. Делимся, делимся. Делимся, делимся. Делимся. Ну, когда кормление, не всегда туда кормление. Кормление мать-преёну спускается. И я же говорила, что идёт замена. Они по очереди сидят. При регулярном кормлении, конечно, самец заменяет самку. Она спускается вниз, поест. А если уже бывают такие моменты, что она больше суток сидит в гнезде, то мы стараемся подкинуть куски мяса ей туда. Вот эти маленькие птички, только с виду кажутся маленькими, вес самца у нас достигает 10 килограмм, а самки больше, и они могут быть даже 12-13 килограмм. Очень тяжелые птички и очень красивые грациозные. Пещеры. А знаете, я уже вернусь опять к этим пещерам. Вот эти пещеры строились специально для того, чтобы во время бурю, ураганов, дождей, непогоды всякой, холода, они могли прятаться. Не хотят наши сипы прятаться, не обустраивают там ничего. Им уютно так. Жировая прослойка позволяет переносить зиму на улице. Не хотят они никуда заходить. Постоянно находятся в одном гнезде или во втором. Ну вот, выбрали свое старое гнездо. Семь лет подряд они уже в это гнезду, только в это. Откладывают яйца. Яйцо, вернее, одно единственное. И мы надеемся, что этот брачный период у нас пройдет с последствиями. Ну, гнездо соорудили они великолепные, как вы видели. И мы теперь пиву будем чистить. Вот. Как положено. А в камешке. Все как в природе. Да, дорогие мои? Ну, все, птички, перекусили. Иду я от вас. Пока-пока. А если вы, дорогие друзья, хотите увидеть вживую, то приезжайте к нам, пожалуйста. Зоопарк «Сказка» всегда вас ждет. Пока-пока, дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok.